Сучасная экономика вядя активный пошук на кированы на выращение актуальных проблем. Недостатковая продпрымальницкая духовность насельництва – вектор, який наибольшь востропатрабой оперативных решений. С этой нагодой под кировництвом ведущей бизнес-школы Беларуси был организованный конкурс продпрымальницких идей. У межах областного финала молодые перспективные лидеры представили на обмеркование экспертов свои проекты. Пять лепших идей отрымали право на презентацию и подтверждение уластной бизнес-программы для выхода у республиканский финал. Предпринимательство развивается в Гомеле довольно-таки неплохо. У нас достаточно много среднего бизнеса, малого бизнеса. Есть сообщества, которые целенаправленно развиваются лучше, чем в других регионах. Общественное объединение единства – это один из примеров на всю республику для развития сообщества, бизнеса. Когда люди помогают друг другу и действительно бизнесмены связаны между собой. Два лепшие проекты будут представлены у Минску. До такой конкуренции представники регионального этапа подрыхтовалися. Наявность распрацованных бизнес-планов, маркетинговой стратегии, бюджету проектов, далеко не полный пакет документов, презентованный кожным финалистам. Инновационность, уникальность, а так само докладность про описание рынка для реализации продукту типа слухи, ключевые ориентиры, компетентные журы, подчас выбору переможцев. Тем более, что в дальнейшем для отримания инвестиций важно не поблитать. Уласное бачение с объективной рентабельностью проекта. Я представляю детский развивающий центр «Вишенка». Суть проекта состоит в том, что детям от года до шести лет, их родителям и семьям, готовящихся стать родителям, предлагаются образовательные услуги. В спектр образовательных услуг будет входить обучение детей на час, если матерям необходимо отлучиться в парикмагерскую, в магазин. Гэтый проект бажится и к альтернативе звычайному детяшему саду. Первая, по словам худельницы, у психологично-педагогичной подрымцы батьков. На всех наших этапах конкурса были привлечены бизнесмены Гомельщины, у которых есть свой довольно-таки крупный бизнес, мелкий бизнес, которые являются специалистами в различных сферах. И для наших конкурсантов это было очень большим подспорьем, для того, чтобы понять, в каком направлении они движутся и куда развиваться дальше. По словам самих организаторов, миссия конкурса в развитии продпрымальницкого сяродя с широкой доступностью на территории всей Беларуси. Для этого и створается механизм трансформации инновационных идей у практично действия. Если у человека внутренняя харизма, сможет ли он убедить нас, а потом сможет ли он убедить инвесторов? Вот здесь мы будем поправлять, делать замечания, пытаться помочь человеку найти вот эту свою внутреннюю харизму и доказать всем, что в него можно вкладывать деньги. Профессийная журы высоко оценила две продпрымальницкие идеи. Проект по заспячению телефонной и урочебной консультации «Доктор на совязи» и интернет-пляцовку «Портал Рамон Просто». Узнагороджение переможца в Великого финалу отбудется уже в мае. Усим удельникам выдадут сертификаты, а легаловный приз – 99%-ная изнижка на научание у якости слухача программы «Профессийный менеджер» от ведущей бизнес-школы краины чекает только одного продпрымальника. Юлия Борисовец, Валерия Гапанько, телерадиокампания «Угомель».